привет друзья сейчас я вам расскажу такой прикол в общем вчера мы получили новую стиральную машинку которую мы заказывали и серёжа нашу машинку вынес к лифту в общий коридор а к лифту но на нашем этаже это было вчера вечером 9 где-то вечером и сегодня он созвонился с утилизации как я сказала у нас бесплатно должны были забрать машинку утром сегодня серёжа выходил на работу машинка стояла бабушка гуляла в 11 часов с речем возвращалась домой даже в 11 с копейками машинка тоже стояла и вот около ну в четыре с копейками около пяти вечера значит серёжа мне позвонил сейчас приедет утилизация они ему набрали в общем я говорю хорошо все открываю дверь когда уже утилизация приехала машинки нету то есть все машинку свистнули вот такие дела то есть ночью естественно машинка стояла кто там будет по этажам ночью ходить днем тоже никто по этажам ходить не будет значит это просто соседи наши не будут брать сразу говорю с ними очень хорошие отношения и соответственно были у нас такие случаи когда там и комод выставляли они всегда звонят в дверь и спрашивают гараж себе взять на дачу можно мы всегда прям да да конечно то есть так было всегда но соседи не будут брать потому что они всегда позвонят соответственно это получается кто-то соседями может на лифте поднимался что с бабушкой никто не поднимался к нас вечером гуляла двери открылись они увидели что стоит машинка и потом вернулись и машинку забрали конечно никаких проблем забрать так машинку нету потому что ну до лифта ее можно даже одному человеку перекантовать полтора метра до лифта ее можно донести лифт у нас грузовой и увезти их себе на этаж это там не тащить куда-то по улице возникло но что меня удивляет никто не знал что нас тут стоит машинка это только если открывались двери кто-то увидел что стоит значит нашем доме люди вот увидели машинку приехали забирать и они не позвонили в двери не спросили а что у нас стоит потому что ведь никто не знает может мы вынесли 15 минут назад и собираемся там через час через два ехать на дачу и увозить ее они же не знали что она сломанная но стоит машинка на вид она не разбита ничего то есть мы и пользовались только то что у нее мотор сгорел и именно поэтому они не позвонили в квартиры потому что если бы стояла машинка и люди думали что на выброс но позвони в квартиру спроси типа вы хотите выносить ее можно забрать любой человек бы сказал да конечно но они никому не позвонили ничего не спросили то что они понимали в их голове так сложилось что люди может эта машинка им нужна может быть должны там приехать кто-то забрать может быть там люди поменяли машинку должны знакомые подъехать сейчас и забрать может быть там люди вообще просто пока пошли к машине там и машинка стоит спустят вниз то есть люди понимали поэтому они не позвонили никому в дверь не спросили серёжа ремонтировал эту машинку уже два раза менял тэн ну так это не так дорого менять там около тысячи рублей еще что-то заменял а не помню но вот эту поломку он сказал что смысла нет уже менять во первых это будет ну дорого машинке 11 лет все равно она начнет сыпаться и то есть как бы этот ремонт ну не оправдывает себя и самое главное что если бы они позвонили нам в дверь мы бы им сказали что машинке 11 лет рассказали бы ну какие поломки у нее были что можно еще ожидать от этой машинки все и сказали хотите берите хотите нет я думаю что сейчас через несколько дней эти люди чужую машинку не за свой счет будут утилизировать если не решат что им она не нужна и как бы через дня два когда они включат ее поймут что с машинкой как бы они нам ее обратно бы не подсунули свезут также тихонько вечерком когда никого нету и поставят нам мол не было машинки вот она опять появилась вот за это только переживаю потому что конечно если мы будем опять вызывать ну во первых то время уже пройдет во вторых может один раз вызвали и у нас ничего не оказалось поэтому я не знаю как это будет все выглядеть в общем вот так я считаю это кражей хотя конечно это не за дверью стояла ну а если велосипед стоит перед дверью это не значит что он не нужен на этаже значит на нем катается ну в общем вот вот такой меньше суток прошло и успели умыкнуть вот вот поделилась с вами в общем моя новая машинка стирает все мне очень нравится отлично она все отстирывает вчера постельное белье полностью высушила я его уже убрала в шкаф сейчас стираю новое бабушку же стирала вот так что нам все нравится серёжа сегодня первый день на работе мы детям я написал на эти два дня в школе заявление как я говорила так что дальний дом а маша еще у бабушки с дедушкой завтра ее будем забирать вот такие у нас дела так ну ладно я продолжаю делать свои обычные домашние дела вот у меня тут я тут накрасилась постель застелила кстати использую сейчас покажу вот лампу свою которую мы купили вот очень хорошие света надо это что примеру сейчас вечер и свет тоже не очень а так с ней очень даже снимать хорошо елочку мне тут горит огоньками пока ее убирать не собираюсь еще складывать все я покажу как я обеду метку домашний домашний у меня прикид сейчас смотрю видно ну вот видно это домашняя такая кто-то называет от пижамками кто-то домашним костюмчиком мне очень нравится эта кофточка и клеточка я вообще очень люблю клеточку мишка тут девочка так что так вот такие у нас дела сейчас я еще хочу сделать сегодня жульен пойду на кухню и данька просил макароны подучить приготовлю макароны а вот кстати не показывала вам сказала что купила на штатив на котором сейчас кстати стоит камера вот я с ним сниму мы купили вот такую штучку тут 300 рублей стоило накручивается на штатив также как камера хотя камеру накручиваю и вот сюда вставляется телефон и соответственно получается что на штативе стоит просто телефон это если надо снимать телефон очень удобно 300 рублей вот такой переходничок вот я считаю что это нужная вещь для того кто снимает это очень хорошая вещь в общем всеми покупками я доволен что этим переходничком на телефон что вот этой вот лампой которая показывала со штативом кстати я могла камеру вот сюда поставить вот это вот откручивается штучка откручивается и сюда прикручивается камера вот но я у меня уже камер стоял на штативе поэтому я не стала так делать так серёж пришел домой вот кушает гречку но чё ты думаешь по поводу того что это сильно весело серёжа думает что это даже может не соседи но не из нашего дома кто-то да он думает что тут ходят думал что это узбеки старик ходит по домам а другой стороны ты видел когда нибудь ходили по домам что-то смотрели понимаешь раз было внизу весело объявлению верните что детскую то ли детские ходунки то ли детское кресло реально да просто поднимали вещи которые туда приехали он оставил там вот подняться вверх спустился уже нет но это внизу оставил а это на этаже понимаешь внизу понятно там любой кто-то проходил мимо увидал и схватил или может у двери он оставил там внизу понимаешь это еще понятно по улице идут увидели умыкнули и все но это на этаже то есть это человек должен был увидеть либо это кто-то ходит по этажам смотрят специально что там есть но это вообще извини меня лошо по этажам у нас же домофон стоит все либо это не у нас ход к штаб рекламщики но опять таки же человек пример если он ходит рекламирует ну знаешь продают кастрюлю еще там картошку они же не смогут так оперативно один мужик или там кто не сможет утащить эту потому что я говорю куда он и потащит то есть и нужна машина нужен еще человек вот именно если здесь живет он домой поднялся там кого-то спроводил то может есть отец сын еще и пойдем и быстренько башда лифта из лифта это просто далеко тащить не надо и все поэтому я думаю что это кто-то из нашего все-таки дома то что это даже один узбек началом с ней будет делать куда по улице надо тащить от надо еще потяну время это все а тут игрок 4 они приехали во сколько уже не было в 11-20 бабушка еще заходила она была может эти же рабочие забрали которые нам привезли но они хотели забрать может у них там коллаборация что они бишь друг кому позвонят и они очень неправильно дальше я думаю кто-то из дома нагрю единственная проблема что человек то вот так у мук ну а она не значит починка стоит не тысячу рублей и он его просто куда будет девать будет потом нам обратно притащит если появится да и бабушка дай отпусти бабушку если появится дай что же у нас наши соседи не по я не наши соседи на тоже я говорю на нашем этаже никому не надо с нашего подъезда на с нашего подъезда дай ну открой бабушке дверь ладно в общем ждем пару дней посмотрим что будет происходить если действительно появится значит это кто-то из нашего дома такой хитренький и ничего выносить нельзя ну кстати над нами появились странные соседи во первых они какие-то алкаши наверно потому что все время шумят у них какие-то компании матерятся вообще как сапожники у нас стало пахнуть в туалете сигаретами что видать они курят в туалете в общем не знаю над нами появились очень странно соседи вот недавно не давали нам спать до четырех утра может бы полицию думали вызвать дом ладно праздники новогодние посмотрим что будет вне праздников но вот кто-то появился такой странноватенький может быть им нужна машинка вот они забрали мы сейчас машинки от скольки тысяч начинают стоить вот за три на а вот я видела вот в видео кто-то за 13 тысяч купил машинку в секунде какой-то они конечно начинают так вот поэтому нет понятно но я имею ввиду что машинки новые начинаются 13 тысяч такие простенькие вот поэтому мне кажется никто ремонтировать сильно с ремонтом там заморачиваться больше пяти тысяч вообще не захочет а в ней может еще еще что-то полететь чуть-чуть летом к двигателям мозги и мозги ну вот я так и сказала что там это уже дружок заменят даже продадут кому-то много не будет работать вот поэтому я и говорю что сами себя наказали эти люди носит конечно нам обратно не припрут и у нас будет приключения серия номер два все может быть подпись так как сейчас устроить целую машинку да что это вообще оставили так я сейчас готовлю жулье я кстати вообще не заморачиваю чтобы готовить там как-то как по какому-то там определенному рецепту я готовлю так как мне нравится как удобно мы сам в общем в чем мысль в том что овощи лук курицу грибы нужно обжарить они должны жариться не варится вот кто-то обжаривает по отдельности там на каждой сковородке я игры я не заморачиваюсь вот я кидаю лук обжариваю его в это время нарезаю причем не сразу кидаю грибы нарезаю потихоньку грибы вот у меня что-то остались для того чтобы они не давали воду сразу сковородку тихонько обжариваются у меня с луком потом добавляю сюда же курицу пускай этот курица может дать больше всего влаги у меня то что я ее беру из заморозки хотя размораживаю но все равно все потом готовлю соус башамель заливаю все это на края все у меня прожарится заливаю это все и в духовку сыр сверху замечательно мне нравится сейчас посолить конечно надо поперчить еще все это понятно в общем как бы на трех сковородках я не делаю там все такое быстро удобно и как мне нравится и вкусно вот такие у меня большие хорошие грибочки чистенькие беленькие просто их мою соль кстати не добавляйте сразу это вот единственное что надо соблюдать потому что иначе влагу начнет вытягивать а нам надо обжаривать все вот а так я вам советую не усложняйте себе жизнь готовьте так как вам удобно не надо вот это все определенное надо вид грибов определенное то три кастрюли замороза чем ну вот теперь я уже курить положила все в одной сковородке вот замечательно все обжариваются эти грибы именно жареные вот они не вареные ника с такими там кокотницами я не заморачиваюсь все у меня будет просто в таком стеклянном противне и все для домашних отлично может конечно все гости там порционно можно заморочиться а дома нет ну то есть я люблю экспериментировать не обязательно что должно быть прямо строго прецепта тем более даже этих жульенов столько их рецептов что не скажешь но и прококотницу я не считаю что дома кокотницы раскладывать можно спокойно вот так вот сделать очень даже будет хорошо и вам советую ну теперь я солю уже теперь уже можно и обжариваю до готовности в принципе солю перчу все что хочу добавляю так положила я все форму вот такая стеклянная форма которая ваша не покупала вот не я положила соусом башемель залила сейчас сыр сверху потру доставал по и все и духовку духовку я уже включила окна все последний этап на солила там это все не показывал соус кашу дело но я думаю что кому интересно может залезть в интернет смотри поделать ну досыпаю в конце сыром и ставлю в духовку серёжа идет с ричем гулять ушли они ну что друзья мой жульен готов посмотрите на эту красоту под корочкой сыра обалдеть сейчас конечно но очень горячий только вынула его из духовки так что будет остывать серёжа погулял с ричем теперь ходит просто пошел на ходьбу но так любит вечером ходить вот и придет будем кушать вот и